Добрый день, друзья! Сейчас вы работаете над головой старика работы Рубенса. И хотелось бы поговорить с вами о вещах, которым надо уделить внимание в работе. У нас были вопросы по имприматуре. И особенно некоторых волновало, почему мы наносим последний темный слой, масляный. Но это делается для того, чтобы предыдущие слои... У нас там идут проклейки, потом идет белый слой и потом три красной охры светлой. Три слоя. Все это у нас идет темпера, там, порошок или краска из тюбиков. Но вот этот вот последний, как раз завершающий темный слой, он именно делается масляный. Для того, чтобы масло как бы пропитывает, укрепляет всю эту нашу подготовку предыдущую. И не надо волноваться, что там работать будем темпера, что она плохо будет ложиться. Нет для этого никаких у нас поводов, так сказать, волноваться. Потому что это все давно апробировано, все это у нас проходит. Мы так работаем давно, так что не переживайте. Так, еще хочу сейчас в начале работы уделить внимание тому, как следует ее вести. Вам, чтобы она у вас шла легче. Начальный этап. Сейчас вы будете работать наждачной бумагой. Вы ей еще не работали, поэтому будет не лишним дать вам несколько рекомендаций, как ей работать. Ну, в общем-то, принцип тот же самый, как вы работали на тонированной бумаге. И когда вот работали резинкой, выбирая свет, то же самое будет происходить и сейчас. Только шкуркой надо работать более аккуратно. И вот мы вам говорили, что надо тщательно шлифовать, подготавливать поверхность. Для чего это? Для того, чтобы сейчас, когда вы начнете работать, было легче снимать вот этот вот последний вот этот вот темный слой на свету. Его сейчас надо нам делать форму, убирать вот этот. Мы что делаем? Мы вот этот вот темный слой сейчас убираем наждачной бумагой. Начинаем с самых светлых мест. Стараемся делать это аккуратно, чтобы, опять же, не было полосок, пятен. Надо делать ровное пятно, чтобы свет располагался у нас равномерно. И со всеми вот этими вот пятнышками, что можем, там у нас неровности, они у нас все равно будут. Как я говорил, фактуру победить невозможно. Там стараемся вот кончиком шкурки, где можно убирать вот этот вот темный вот тон и выравнивать поверхность. Это потом намного облегчит вашу работу, когда вы начнете работать краской. Также сейчас вам надо будет уже делать форму, значит, и работать и над полутонами. На свету, на самых светлых местах мы вот этот темный последний слой, мы его снимаем полностью, чтобы у нас была теплая подкладка. Вот этот вот красный тон предыдущий. Мы еще не зря делали там вот три покрытия, чтобы потом, когда будем работать шкуркой, чтобы нам добелил, не протереть. Там у нас есть хороший запас, но все равно работаем аккуратно. Надо приучить себя к аккуратности. Вот в этом. И не торопиться, опять же, рекомендации те же самые. Не надо торопиться, делайте, работайте аккуратно. Работа тонкая. Вот уже сейчас работа тонкая ведется. Сейчас уже закладывается успех будущей вашей работы. Так что не торопитесь. Итак, по светам выбираем. На полутонах немножко надо уже оставлять вот этого темного тона. Ну, когда будете делать, вам, в общем-то, будет видно, как это надо делать, где побольше оставить, где поменьше. Тень пока оставляем. К тени подходим тоже аккуратненько. И хочу вам сказать, что шкурку потом вы далеко не откладываете, потому что на протяжении всей работы мы возвращаемся к ней и работаем ей до завершения работы. Так, еще о чем хочу сказать. Свет, полутон и тень, они всегда имеют границу. Если вы привыкли эту границу растушевывать, делать ее плавно переходящей из света в полутон или из полутона в тень, то это ошибка. Надо обязательно видеть эту границу и определять ее. Видите, вот у меня здесь, они все границы определены. Это даст качество изображения. Так что вот на эти вещи обращайте обязательно внимание. До свидания. Бог вам в помощь.